Научная экспедиция по следам предков продолжает свои исследования теперь уже в Южной Корее. Группа казахстанских историков посетит города Сеул, Пусан и Чиджу, чтобы встретиться с местными учеными и изучить исторические места. Интерес к ним объясняется тем, что в XIII-XIV веках монгольская власть доминировала в Южной Корее в течение века. Завоевывать корейский полуостров монгольская армия начала в 1231 году во время правления хана Угадея. Более чем за два десятка лет они провели шесть крупных военных кампаний против местного населения, которым после пришлось полностью признать господство монголов и начать платить тань. Спустя семь лет армия внука Чингисхана, верховного хана Хубилая, завоевала острова в южной части страны. Решающая битва произошла на острове Чеджу, где сегодня находится большой морской порт Южной Кореи. Здесь расположен целый музейный комплекс, посвященный этой битве. После того, как корейское государство потерпело поражение от монголов у подножия Сеула, многие войска бежали на этот остров. За моей спиной находится крепость, которую они построили. Монгольская империя получала дань еще почти на сто лет. Все это время на острове находился военный гарнизон монголов из трех тысяч солдат, преимущественно тюркского происхождения. В армии содержали много лошадей, и даже после того, как завоеватели покинули пределы острова, разведение скакунов продолжили местные жители. На острове большое количество лошадей. Эта традиция сохранилась от наших предков. Конское масло мы используем в косметических целях. Кроме того, здесь есть множество ресторанов, где можно отведать конину. Экспедиция по следам предков продолжает свое путешествие. В ближайшее время ученые посетят города Китая. Они уверены, что и там найдут следы наших великих предшественников. Марала Манжолова, Саяджио Кенула, Куанныш Кужайбеков, Арманда Нажбаев, Хабар, 24.